Привет всем любителям пива! Буквально одним видео ранее мы говорили о новиночке от московской пивоваренной компании, это Жигули 1968. Сегодня я вам предлагаю вспомнить про хорошо забытую стариночку, которая на мой взгляд заслуживает внимания. Это Эль Мохнатый Шмель, такое созвучное название и со словом Эль, и со словом Хмель, потому что если говорить о Жигули барном, то там все больше вот такие регулярные сорта, да, за исключением, возможно, сессионной IPA, то вот здесь прям можно сказать, что это замашка на самый настоящий крафт. Довольно долго я обходил стороной это пиво, и, честно говоря, не смогу сегодня поностальгировать, вспомнить, каким оно было тогда на старте продаж, сравнить с теперешним вариантом. Ну, не обращал я на него как-то внимания, потому что, на мой взгляд, какой-то непритязательный дизайн имеет это пиво. Ну, вот сами можете посмотреть и ценить. Ну, что это? Ну, что это, блядь? В камере у вас оса. Однако, в один момент они как-то обновили этикетку, дизайн хоть и не сильно поменялся, он остался все таким же. Сергей Михайлович, дизайн такой. Дизайн! Но, но, здесь добавилось очень много интересной и полезной информации, которая во многом стала определяющей в моем решении купить и попробовать это пиво. Потому что, прочитав, изучив все это, оно мне показалось прям очень любопытным и интересным. А что же здесь любопытного, давайте разбираться поэтапно. Ну, во-первых, сразу же мы видим, что это пиво нефильтрованное, ну, собственно, по его виду и так понятно. Плюс, они здесь добавили характеристики, помимо стандартных, это алкогольность, экстрактивность начального сусла, они здесь еще добавили уровень горечи, уровень цветности. И даже написали сорта хмелей, которые они используют при приготовлении этого пива. И, так как мы здесь видим два вида хмеля, каскад и цитра, понимаем, что это что-то типа а-ля крафтовое, плюс, учитывая название, созвучное со словом хмель, понимаем, что это какая-то такая вот охмеленочка, какой-нибудь типа а-ля IPA. Давайте разбираться дальше. Переходим на контр-этикетку, ну, здесь, собственно, это часть основной этикетки. И здесь они пишут, что при приготовлении этого пива используется холодное или же сухое охмеление, а значит, это характерно больше для американских бледных элей, то бишь, для аппы. И тут сразу же мы понимаем, что пиво будет скорее не горьким, а больше ароматным, причем ароматным в цитрусовую сторону, за которую как раз и отвечают вот эти сорта хмелей под названием каскад и цитра. Это все американские сорта хмелей, которые сами по себе больше заряжены на ароматику, чем на горечь. Хотя тот же каскад частенько используется и для горечи. И на сегодняшний день это практически самые популярные сорта хмелей, которые очень важны для крафтового мира. Например, без цитры редкий IPA сегодня обходится. У него, кстати, довольно интересная история. Открыли его относительно недавно, буквально за 10 лет из экспериментального сорта хмеля. Он превратился в практически самый популярный в мире. А впервые начали его использовать в компании Miller американской, причем в местной столовой, где питались, собственно, сотрудники компании. Там на кран поставили экспериментальное пивко с довольно такой охмеленное, с цитрусовой ароматикой, с хорошей горечью. И это пиво очень пришлось всем по вкусам. Затем начали с ним экспериментировать, пробовать какие-то сорта даже промышленные выводить. Ну и, в общем, потихоньку-потихоньку оно разошлось и обрело свою популярность. Вот, пожалуйста, сегодня это практически самый популярный хмель в мире. И, далее, казалось бы, американский бледный эль. Все, определились со стилем. Но, смотрим здесь, во-первых, цветность, оно полутемное. А, во-вторых, горечь. Всего лишь 27 айпиу. И это довольно мало для апы, либо ипы, тем более уж. И, не говоря уже про американ айпиа, это все три разных стиля. Поэтому, это все-таки американский янтарный эль. И это еще интереснее. Потому что, американский янтарный эль, в отличие от ипы, апы, он не такой откровенно хмелевой. А там хорошая солодовая составляющая. И она довольно хорошо должна гармонировать с хмелевой. Как-то такой вот баланс они должны из себя представлять. Еще интереснее. И плюс, здесь вот такие пиктограммки в виде наград. И в том числе, моя любимая, престижнейшая премия, которая проводится в Лондоне, это World Beer Awards. На этой премии это пиво завоевало три года подряд, возможно, даже. Золотую медаль вот в среде российского пива. Именно вот в этом пивном стиле. Ладно, заканчиваем душнить. Надеюсь, вам было интересно. Если да, обязательно пишите в комментариях. Характеристики этого пива дублирую, как обычно, наверху. Поэтому остается нам только открывать и пробовать. У меня вот такая модная открывашечка магнитная появилась. Ну, такая антивандальная, я бы сказал. Очень важно для меня, как для коллекционера вот пивных пробочек. Потому что оно не деформирует. И вот пробочка остается на этой самой открывашке. Стоит сыщие копейки. Если надо, кому-то ссылочку оставлю в описании. Наливаем. Ну и сразу смотрим. Довольно-таки красиво это пиво выглядит. Обладает нефильтрованным таким медным оттенком. Довольно богатый. И пенка, хоть и не такая пышная, но довольно стойкая. Благодаря хмелью тому же. И очень красивые кружева оставляет на стенках данного бокала. Довольно богато выглядит. Особенно для своей цены. Пиво это стоит 50 рублей. Это после пива. Ну и как ожидалось, преимущественно это хмелевая ароматика. Она такая, знаете, травянисто-цитрусовая. А под ней чувствуется солодовая база. Возможно, даже такая сладковатая, немножко с карамельничкой. Интересно? Пробуем. И знаете, приятное пиво, надо сказать. Мне очень нравится, что здесь такая средняя полнота вкуса и мягкая газация, которая позволяет пиву так вот приятно растечься по всей полости рта. И в полной мере оценить, собственно, его вкус. А вкус здесь, надо сказать, очень неплохой. Он ни разу не плоский. Мне очень нравится. Если взять, допустим, глоток этого пива, который попадает к нам в рот, то первое, что мы чувствуем, это солодовую сладость, оттеняющую немножко карамелькой. И практически сразу ее обволакивает хмелевая составляющая, которая, собственно, и сопровождает нас до самого-самого послевкусия. И вот в конце мы чувствуем и на небе, и на наших вкусовых сосочках вот эту хвойно-цитрусовую горечь, которая такая приятная. Она действительно не горькая. И из-под нее потом опять же вылезает вот эта вот сладчинка с карамельным оттенком. Как вкусно! Так что у меня здесь вообще никаких претензий. Хорошо сбалансированное пиво. Мягко, приятно пьется. Так вот удобно она располагается у нас во рту. И очень напоминает по вкусу Лондон Прайд. Это тоже янтарный эльток из Британии. Обзорчик у меня также есть на канале. И вот там один из пивных журналистов сравнил вкус пива с ангелами, танцующими на языке. И вот здесь как раз тоже похожий эффект создается. Причем это пиво, так же как Лондон Прайд, может подстраиваться под наш с вами вкус. А именно, если мы его пьем холодным, то ползунок вкуса смещается в солодовую и сладкую сторону. А по мере своего нагревания больше начинает проявляться именно хмелевая сторона. Так что кому что нравится больше, можете выбирать температуру по вкусу, скажем так. И еще раз повторюсь, за свою цену это практически топ за свои деньги. Если вы любите пиво с таким хмелевым характером, немножко даже цитрусовым, который вообще абсолютно ненавязчиво и никак не смущает, то действительно очень классный вариант. Так что если пробовали это пиво, либо пробовали давно, но забыли, обязательно пишите свое мнение в комментариях, интересно подискутировать. Ну а с вами был Алан, как обычно, по традиции пейте только хорошее пиво. И помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok